В каждой культуре существуют свои легенды, мифы, а также приметы и суеверия. Вокруг чисел ходит множество предрассудков. Некоторые пытаются искать тайный смысл. Верят в особую магию чисел и в любой ситуации винят безобидную цифру. Числа плотно вошли в жизнь человека и являются неотъемлемой ее частью. Мы уже практически не замечаем их количество вокруг себя. Магазины, зарплата, дата, время, номер дома, этаж. Все это имеет номер. Во всем мире, например, число 666 является числом дьявола. Этот страх появился из христианской религии, которая говорит, что конец света принесет зверь. Поэтому люди опасаются вещей, связанных с этим числом, ведь никому не хочется стать сообщником дьявола. Наибольшее значение числам придают в странах Азии. Особенно это заметно в Японии, Корее и Китае. Как и в любом другом языке, в Корее есть чисто корейские слова, а есть заимствованные. Дело в том, что Китай почти 2000 лет владел корейским полуостровом. Корейцы пользовались китайской письменностью, пока не создали в 1443 году свой алфавит. Именно поэтому сейчас в корейском языке около 50% заимствованных из китайского языка слов. В Корее используется два вида числительных. Например, просто числа и часы времени называют корейскими словами, а кнопки в лифтах и минуты китайскими. Согласитесь, для европейского человека это будет казаться немного странным. Греция оказала огромное влияние на Европу. Точно такое же влияние оказал Китай на страны Азии. На китайском были написаны разные произведения, это был язык науки и культуры. В странных Азии один из самых распространенных страхов тетрафобия. Это необъяснимая боязнь числа 4. Откуда она взялась, казалось бы, в таких разных культурах? Причина достаточно проста. Как говорилось ранее, Япония и Корея заимствовали много слов из китайского языка. В китайском есть два разных иероглифа, которые читаются примерно одинаково. Один из них обозначает слово смерть, а второе число 4. Они настолько созвучны между собой, что 4 стало у всех ассоциироваться со смертью. Хотя в современном мире, в корейском и японском, число 4 звучит иначе, не стоит забывать, что на один иероглиф может приходиться несколько произношений. Тем более, что все знают, откуда именно пришли эти слова и как они звучат в Китае. Из-за этих предрассудков появилось множество необычных, а иногда и смешных поступков. В Китае и в Японии иногда четвертый этаж пропускают, и сразу после третьего идет пятый. Также номера телефонов, в которых встречается четыре, стоят дешевле остальных. Компания Nokia из-за этого не использует это число в названиях телефонов, которые поставляют в страны Азии.